Кому не нравятся мотоциклы? Ну, наверное, только людям, которые живут на тех улицах, где часто ездят. Мотоциклисты, да. В шуме никто не любит жить. Может быть, этим объясняется активный взрывообразный рост строительства на окраинах. Екатеринбург, ну, в общем, если считать хитро, больше не столица строительства в Свердловской области. Рейтинг на ИТВ. Где на Урале жилья строится больше всего? Очевидный ответ в столице, в Екатеринбурге. По данным Росстата, с января по июль за последние полгода строители успели возвести в городе 222,5 тысячи квадратных метров. Но давайте считать по-другому. Не в абсолютных показателях, а на душу населения. В таком случае лидерство Екатеринбурга отнюдь не бесспорно. Какие города области оказались впереди, а какие позади в рейтинге самых строящихся городов области. Начнем с худших из худших. Будьте смеяться, но аутсайдер это Екатеринбург. В нем строится 157,6 квадратных метра на тысячу человек. То есть примерно 15 квадратных сантиметров на каждого горожанина. Зато соседние муниципалитеты, которые по факту являются окраинами мегаполиса или облюбованы екатеринбургскими дачниками, застраиваются взрывообразно. На хорошем счету Верхняя Пышма, в Березовском квадратных метров на тысячу человек почти в два раза больше, чем в столице Урала. В Ромиле в пересчете на одного человека жилья построили в три с половиной раза больше, чем в Екатеринбурге. В Среднеуральске почти в четыре раза. Недалеко от Среднеуральска ушла Сесердь, лидер рейтинга. В этом году там успели построить 616,8 квадратных метра на тысячу человек, то есть примерно 61 квадратный сантиметр на каждого. Вернемся к абсолютным показателям. Большая часть сданного в первом полугодии жилья – это индивидуальные строительства. Дачи, коттеджи, усадьбы – они дали почти 60% объема введенного жилья. Неудивительно, что такие темпы показывают города-спутники, а также порядочно удаленные от Екатеринбурга города и поселки, вроде Сесерти, Белоярского и Заречного. Там дома строят не только местные, но и приезжие екатеринбуржцы.